Всем здравствуйте! Сегодня у нас очень нежная воздушная блуза по косой. В этой блузе, кто боится выточек, абсолютно их нет. Сегодня мы раскроем с вами эту двухслойную блузу. Два слоя спереди у нас и один слой по спиночке. Длина спереди короче, сзади длиннее. Двухслойный рукавчик. И на это все у нас ушло с вами 2 метра ткани. В принципе, можно было даже сделать и чуть-чуть длиннее. Если вы возьмете другой расход ткани, по такому же принципу вы можете раскроить себе, допустим, и платье. Такая блуза подойдет очень хорошо с брючками. То есть это именно такой брючный вариант. Если вы хотите, чтобы была блуза подобная и вы надевали, допустим, юбку, а сюда может подойти прямой силуэт юбки, то тогда просто вы подкорректируете нужную вам длину. Можно сделать короче и будет тоже смотреться. Она такая, знаете, разлетайка, распашонка. Но при этом она не будет вот сильно-сильно вот так вот, да, как елочка расходиться по фигуре, а будет красиво-красиво ложиться. И при этом крой по косой всегда немножко делает нас более такими изящными и утонченными. Итак, что еще хочу добавить я сейчас по раскрою. Сейчас мы будем с вами кроить ее сразу и использовать выкройку-основу для трикотажа. В этой выкройке нет выточек никаких, но мы сейчас с вами рассмотрим, как правильно ее разложить, чтобы мы с вами все соблюли и при этом получили хороший такой вот результат, который есть. Очень важно по горловине. Вот здесь у нас двухслойная именно лифт, верхняя часть. Мы вшиваем в боковые срезы, в линию проймы плечевой срез. И когда вы будете сметывать, рекомендую вам все-таки горловину пока не сметывать. Почему? Потому что крой по косой, когда вы делаете примерку, у вас может быть, потом уже закрепите булавочками вот так вот, как я, может быть, где-то ткань чуть-чуть вот сама по себе сдвинется, один и второй слой. Может быть такое. Потому что если вы возьмете, закрепите, то мы с вами как бы вырезали абсолютно ровно, абсолютно одинаково. Но за счет того, что слои вот так вот накладываются, вот смотрите, я выкладываю, а у меня здесь вот нижний слой, ну, миллиметра полтора хочется срезать. Поэтому на примерку вот так вот скалите. Вы когда примерку сделаете, вы увидите, все ли у вас замечательно и хорошо. И при необходимости вы сможете вот здесь вот немножечко-немножечко, но, допустим, вот подровнять. Рукава в этой блузе мы сделаем такие расширенные, они идут в виде крылышек. Тоже раскроем их по косой с вами. И платье, то есть сарафан, который на мне, это был у нас мастер-класс по раскрою. Ссылочку вам оставим в описании. Итак, начинаем сразу раскрой. Как я уже говорила в начале видео, будем использовать выкройку-основу для трикотажа. А ткань у нас блузочная, не трикотажная. И для раскроя по косой это вполне-вполне приемлемо и нормально. Значит, вот у нас, смотрите, идет ширина ткани. Там, где кромка, идет длина ткани. И я сейчас складываю длину с шириной, то есть вот так вот на уголочек. И раскладываю. Ровняю и показываю, что мы делаем дальше. Итак, вот с этой стороны у меня получается два как бы среза. Дальвое направление и поперечное. То есть ширина и длина. Здесь, естественно, у меня сгиб. И по сгибу получается угол 45 градусов. И сейчас я раскрою, начну с переда, то есть с полочки. Прикладываю. Никакого моделирования, ничего делать не буду. Потом внесу корректировки уже непосредственно в процессе примерки. Единственное, что чуть-чуть углублю, чтобы можно было войти по линии горловины. И немножечко расширю. Значит, смотрите, вот сейчас я беру и немножко вот так вот отодвигаю. Вот здесь я даю свободу, ну, от сгиба, наверное, сантиметра 4. Сразу по своей длине. Значит, смотрим. Вот у меня булавочкой я фиксирую край линии горловины. От плечевого среза откладываю. Пока беру 70 сантиметров. Укоротить я успею. Вот 70 сантиметров. И вот на длине 70 сантиметров у меня вот здесь вот от сгиба 5. То есть я вижу, что вот здесь вот 5 сантиметров. Далее. Поскольку у меня здесь отрицательные припуски на свободу облегания, здесь добавляю, ну, еще пару сантиметров. И смотрю, что вот у меня по линии груди все хорошо, все замечательно. И вот так вот я сейчас обвожу линию проймы. Делаю минимальный припуск для того, чтобы вточать рукав. По линии плеча делаю припуск сантиметр или около сантиметра. И линию горловины пока вот так вот как есть я обвожу. А потом все срежу лишнее. Теперь дальше. Смотрю, что вот здесь вот я взяла свою длину 70 сантиметров. С боковой линии чуть-чуть длиню, сантиметров на 5. Опять-таки я это делаю визуально. И сантиметров на 5 опять-таки ухожу в сторону. Вот здесь. И провожу вот так вот линию. Обозначаю линию талии. И теперь соединяю. Убираю выкройку. Никаких выточек. Ничего мы не строим. И теперь вот так вот. Надеюсь, вам видно. Я провожу немножко вогнутую линию к середине. Вернее, к боковому срезу. Ну, сейчас я буду вырезать. Итак, длина 70 сантиметров. Расширила 5 сантиметров. Я посередине отодвинула. Вот я зафиксировала линию талии. Обозначила. Боковой срез на 5 сантиметров удлинила. Ткани у меня 2 метра. Ширина 1,5 метра. Горловину пока вырезаю, какая она есть. Потом все сразу буду делать, чтобы нигде не сделать ошибки. Ни по спинке, ни спереди. Для того, чтобы мне было удобно работать, я сейчас булавочками зафиксирую. Зафиксирую булавками плечевые срезы. Вот здесь вот по середине и по боковым срезам. Это мне нужно для того, чтобы потом и линия, вот так вот передвигаю, боковая у меня совпадала. И проще потом будет все вырезать. Итак, все фиксирую пока. Теперь мы берем второй край ткани и складываем точно так же, как я и складывала. Вот я скрепила все булавочками. Нам нужна сейчас полочка только для того, чтобы мы с вами правильно сделали боковой срез. Поэтому вот здесь вот аккуратно, аккуратно, ничего не растягивая, я пытаюсь все красиво выложить. Вот так. Спинка нам тоже сейчас будет нужна, но для того, чтобы мы с вами внесли кое-какие корректировки. Это по линии проймы, по линии горловины, по плечевой линии. По стольку у нас плечевая линия идет на одном уровне. Я имею в виду в выкройке основе для трикотажа. Поэтому я сейчас, смотрите, вот так вот все выровняла. Обвожу боковую линию, потому что именно вот здесь я все буду сейчас вырезать. Намечаю линию талии. Вот, до проймы. Так оставляю. Теперь сзади удлиняю сантиметров на 8-10. И вот от этой точки перехожу вот так. Ну, то есть мы с вами, вот смотрите, видите, как на сужение сделали, да? Вот так вот сюда у нас все сужается. Теперь линию проймы вот так вот пока обозначу. Здесь у нас линия есть. Здесь мы тоже обозначили. Убираю полочку. Прикладываю выкройку. Естественно, мы с вами помним, что здесь у нас припуск на шов 1 см по плечевому срезу. Вот так вот как бы ровняем его. И сейчас я обвожу спинку. Увожу в сторону. Вот так вот выкладываю. И вношу корректировки. Смотрите, здесь же мы на 2 см с вами сдвинулись. Вот я просто вот так вот немножечко с припуском. То есть я не углубляю, а наоборот чуть-чуть прибавила. Потом лучше мы срежем. То есть вот сейчас мы вышли с вами вот так. А саму спинку и вперед мы с вами можем горловину. Смотрите, я буду расширять сантиметра на 2,5. Да, вот 2,5 см. И на сантиметр, наверное, углубляю эту спиночку. И точно так же на 2,5 см расширю. Мне кажется, что вот здесь вот плечевой срез. Сейчас я еще проверю. Вот немножко широковатый получился у меня. Как-то много. Видимо, я что-то... А нет, нормально. Все нормально. Все хорошо. Обращаю ваше внимание, смотрите, что когда мы выкладываем, у нас спереди вот здесь вот выбрано больше, чем по спиночке. Это правильно так и должно быть. То есть вот мы 2,5 см, сантиметр. Рукавчик сделаем тоже, чтобы был такой воздушный, хороший. И теперь посмотрим, что у нас из ткани остается. Исходя из этого, если получится, то сейчас мы с вами сделаем еще один слой спереди. Кто хочет, делает 2 слоя и спереди, и по спиночке. Так, здесь рассекаю. Спинку убираю пока. Смотрите, вот здесь я ничего не вырезаю, сделаю 2 слоя вместе. Теперь смотрю, есть ли у меня возможность или нет возможности найти вот этот вот, опять-таки, чтобы я сделала... Вот, есть возможность. Вот я делаю опять-таки по косой. И сейчас посмотрю, что у меня будет выкладываться. Исходя из этого, мы с вами либо получаем то, что мы хотим, либо не получаем. Значит так, сейчас посмотрю, какой угол. Ну, они у меня два одинаковых будут, в принципе. Да, что так, что так, два одинаковых. Но есть возможность, смотрите, вот здесь вот у меня же мало, меньше ткани. Но вот, смотрите, вот здесь у меня, видите, как бы, ну вот середина. И вот здесь, если я сейчас отрезу, я хочу вот так вот отрезать, и тогда соединю. У меня получится больше ткани. Значит, смотрите, вот так вот я складываю. И под прямым углом относительно кромки сейчас отрезаю. Я вот так вот прям ровняю по моим коврикам. Вот у меня получается прямой угол. И опять сейчас буду складывать. Какая-то часть у меня же срезается с боковой стороны, поэтому мне нужно сложить, чтобы был угол 45 градусов. Вот, смотрите, я беру и вот так вот складываю. И у меня получается, вот видите, больше длина. Опять-таки, я ровняю ширину и длину. Мне же не надо уже такая длина большая. Поэтому 2 метра вполне будет достаточно. Выравниваю. Итак, теперь смотрите, что я делаю. Я обвожу линию горловины. А могу не обводить. Вот здесь вот сразу углубляю, допустим, на 2 сантиметра. Я приложила сейчас полочку. На 2 сантиметра углубляю, на 2 с половиной. На 2 с половиной расширяю. Вот так вот. И буду вырезать два слоя вместе. Теперь длину определяем сами, какая вас больше устраивает. Теперь я длину сделаю сантиметров 55. 50-55. Вот так. Делаю. Теперь намечаю вот этот край. Он, в принципе, мне не нужен. Я резать не буду. Провожу боковой срез. Линия талии. Линия проймы. Они у нас должны быть абсолютно одинаковые. И повторятся. Теперь вырезаю плечевой срез. Горловину 2 слоя вместе. И вот теперь я пошла боковой срез. Смотрите, я чуть ниже талии сейчас опускаюсь. Убираю вперед. Он мне не нужен. И откладываю параллельную линию. Значит, смотрите. Вот здесь у меня получается. Мне нужно отложить 16,5. То есть я вот отсюда откладываю 16,5. 16,5. 16,5. И получаю четко вот такой же изгиб, как он у меня и имеется. И вырезаю. То есть это второй верхний слой. Итак. Смотрите. Вот мы первый слой вырезали. Второй слой мы тоже вырезали. Я его сейчас уже прикладываю. Абсолютно не обязательно, чтобы эти два слоя был, ну, низ я имею ввиду параллельным. Можно сделать чуть выше, приподнять. Пожалуйста. Можно сделать его абсолютно-абсолютно разным. Отсюда спустить сюда. Ну, то есть смотрите, как вы хотите, как вы желаете. Как сшивается эта блузка. Значит, сначала обрабатывается вот этот второй слой. Ну, я извиняюсь, ничего не утюжила. Расход ткани, еще раз повторюсь, был у меня 2 метра. 2 метра ткани. То есть мы обрабатываем срез второго слоя. Затем прикладываем, сметываем по линии горловины, по линии проймы, боковые срезы тоже. И потом складываем вместе со спинкой. Уже лицом к лицу. И соединяем плечевые срезы, боковые срезы. И потом уже обработка низа идет у нас переда и здесь спинки вместе. Но вот этот срез, низ второго слоя, который, короче, он должен обработать сразу. На примерку можно ничего не обрабатывать, сделать примерку. Потом, может, вы будете укорачивать, где-то менять форму. Так, здесь все понятно. Теперь рукав. Вот у меня рукавчик. Сам рукавчик я сделаю, он может быть двухслойный, может быть однослойный. Я его буду делать небольшой, коротенький. Значит, я беру вот так вот, ну, то, наверное, даже и много. Сантиметра 4 вот так вот отступаю. Вот от этой точки 4 сантиметра разрезаю. И можно раскроить тоже такой двухслойный рукав. Значит, можно сделать вот так. Можно, оно может быть прямое. Мы можем с вами вот здесь вот сантиметра на полтора-два приподнять. Ну, сделать вот так. Вот таким можем его сделать. Рукавчик. По серединочке приподняли, сделали. Теперь разрезаю. И делаю его более воздушный. Значит, вот у меня передняя часть, вперед обязательно обозначаем. И сейчас вот так вот я разрезаю. Насколько частей, не важно. Будем раздвигать. Теперь выкладываю ткань. И сейчас мы с вами можем один слой, либо два слоя, в зависимости от того, сколько у нас ткани мы с вами можем получить. Смотрите, вот я тоже беру, допустим, такое направление. По косой я сложила. Вот у меня ширина, длина. И раскладываю теперь рукавчик. Раздвигаю. Приблизительно на одинаковое расстояние между разрезами. Не дорезаем до края пару миллиметров. Ну, вот так. Приблизительно, еще раз повторяю, потому что не всегда получается четко он рукавчик. Значит, и вот так. Разложили, вырезаем. Вот здесь единственное, что я вот здесь, ну, сейчас где-то на, ну, в районе сантиметра приподниму. Помимо припуска, то есть, смотрите, вот так вот я сейчас делаю припуск на шов. И в этой части просто чуть больше, чуть-чуть больше приподнимаю. Вот это вперед я обозначаю. И прохожу. Теперь вот так. Обработка низа рукава может быть абсолютно-абсолютно разной. То есть, мы с вами можем сделать выпавку, там, в подгиб, московским швом, ролевым швом. Вот так вот обозначаем середину рукавчика. И второй слой при желании мы можем с вами сделать вот такой. То есть, даже вот сюда вот, чтобы он не вшивался, можем сделать его меньше. Я пока вообще раскроила вот так вот однослойную. Сейчас, ну, может, например, вы уже видели и два слоя. Я еще подумаю, как быть мне. Все. И вот мы с вами получили замечательную, интересную, свободную, легкую блузочку. Надеюсь, видео для вас было полезным. Желаю всем удачи. Всем пока.